Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, единственный канал на просторах ютуба, где вы сможете найти обзоры в том числе на песочные машины и серьезные видео о несерьезных вещах. Сегодня делаем абсолютно честный обзор на Т2 Медиум, машина которую вы навряд ли получите, если разработчики не передумают. Многие скажут, нафига она мне нужна, второй левел. Но представляете, второй левел в нашей игре тоже существует. В свое время Медиум наделал шороху, потому что когда он появился, многие прям ахнули от его просто безумного ДПМа. Если с учетом оборудования посмотреть на данную машину, то вы обратите внимание на то, что здесь есть целых 740 единиц ДПМа и 4,5 секунды перезарядки. Да, самый худший показатель по пробитию на своем втором уровне, но зато урон 55 единиц. И если вы, и обладатель данной машины, и поставите себе оборудование на улучшенную сборку, то здесь, ребят, вы выиграете целых 24 единицы ХП. И кто-то будет смеяться, но посчитайте в процентном соотношении, и вы поймете, что это действительно годный показатель. Да, игрокам 8-10 уровня, безусловно, данную машину не понять. Ну а мы же, ребята, простые, можем заценивать даже песочные танки. Что касается брони, броня здесь просто уникально простая. Ну вот, допустим, в этой части 23 мм и 23 мм с учетом приведенки. Как так? Очень просто. Пришел железный дровосек, взял топор и вырубил все это из куска прессованного картона. Но, слава богу, хотя бы прессованного, необычного, потому что здесь порой можно получить рандомный рикошет от щек башни, где приведенка целых 55. Но не все настолько весело, как казалось бы, машину пробивают просто на ура, очень высокая тачка, да и в целом, ребят, бои на втором уровне проходят настолько быстро, что не замечаешь. А вот вход на второй уровень, к сожалению, продолжаем замечать и очень сильно. Что касается ДПМа, здесь нет дополнительных данных, которые влияют на общий показатель, как вы помните, было 740, но в процентном соотношении просто добавьте ко всем машинам. И здесь, ребят, ДПМ, если без вот этих всех добавочных, составляет 710 единиц. Не 706 каких-то там валяющихся на уровне Плинтуса, а целых 710. Как мы их получаем? Получаем благодаря Альфе, надетой на очень хорошее время перезарядки. Я бы сказал, один из лучших показателей на уровне среди средних танков. Ну, поржать есть над чем, потому что всего 5 машин на левеле. И, честно говоря, разница между ними не сильно большая по перезарядке. Но если сравнивать, допустим, с вот этим вот товарищем, ну, согласитесь, существенно круче время перезарядки. Что касается сведения, разброса, мы это все заценим в бою, куда попытаемся попасть буквально через пару секунд. Что касается скорости, типичный средний танк на своем уровне. И, слава богу, что у него вперед 40, назад 17, а не так, как у АМХ 38, 28 километров вперед и 15 назад. Короче, что едешь, что стоишь, в принципе, одно и то же. Что касается доходности, 91% хвастаться особо нечем. Поэтому, если вдруг вам нужна фармищая машина на втором левеле, то обязательно берите себе Викерса Медиум. Это просто имба фарма на своем втором уровне. Целых 143%. Золото вы не вывезете, а вот серебра можете таскать целыми мешками из боев, в которые будете пытаться войти. Что касается популярности машины. Как вы видите, далеко не самый худший показатель. Целых 2 игрока за последнее время играли на данной тачке и сделали целых 56% побед. Нет, это вам не какой-то один игрок, который худосочно смог сделать 63% на Викерсе Медиум МК2. Это целых двое плееров. Это действительно очень круто. Да, это в два раза меньше, чем, допустим, ученик. Но все же, ребят, стоит отметить популярность машина. Какую-никакую. А имеет, слава богу, не ноль здесь показан. Ладно. Обсудили технические моменты по машине. Обсудили сравнительные таблицы. Посмотрели броню. Я рассказал вам о ней то, что знал. Ну, а теперь давайте попытаемся на данной тачке войти в бой. Единственное, что выберем встречное имя, а не превосходство. Для того, чтобы, не дай бог, нас не кинуло на левел выше. Поехали кататься. Ну, как же. Как же все-таки хорошо, что в бой можно заходить такое большое количество времени. Я пропылесосил, помыл посуду, сходил в магазин, помыл окна на балконе и покормил кота. Просто супер. Великолепно. Теперь у нас есть единственная возможность, единственный шанс затестить нашего героя в реальном бою. Потому что еще раз моя нервная система не выдержит захода в бой. И, по правде говоря, я считаю, что все мои героические страдания для того, чтобы зайти все-таки в эту катку и показать вам машину, они достойны вашего лайка. И уж тем более достойны ваших подписок, если вдруг идея с обзорами на танчики нижних уровней вам интересна. Поэтому, ребят, поддерживайте канал в его развитии. Ставьте лайкосы, пишите свои комментарии. Короче говоря, делайте все возможное для того, чтобы популяризировать видео. Я вам буду только признателен. Что же касается нашего героя. Мало того, что долго в бой входили, так меня еще и подглючивать начинает довольно-таки серьезно. Беда бедовая, прям косяк на косяке. Но в то же время, свой великолепный ДПМ я сейчас максимально пытаюсь реализовать. Пытаюсь реализовать свою, пускай не самую уникальную скорострельность, но довольно неплохую альфу. Которая суммарно дает шикарные 740 единиц ДПМа. И, как видите, аккуратно играя на данной машине, пускай даже дергаясь как паралитик в бою, в целом можно еще и выжить, скорее всего. Если, безусловно, получится. Сейчас помогу нашим вот этим двум товарищам разобраться с вот этим вот. Где он там делся? Ладненько. Бросаем это гиблое дело. Жаль. Жаль, что я у себя на канале ничего не вырезаю и показываю все таким, какое оно есть на самом деле в нашей игре. Возможно, кому-то сейчас очень сильно режет глаза то, что происходит на экране, но это правда жизни вторых уровней. Почему нет? Такс. Поехали. Поехали сейчас вот этого наглеца. Накажем. Не хватит мне, скорее всего. А, ну, сейчас уже хватило бы альфы для того, чтобы его забрать, но добрали до меня. Короче говоря, ребят, понятное дело, что это далеко не имба на своем уровне и далеко не фармер, как бы смешно это не звучало. Это просто машина, которая есть в нашей игре и ей стоило уделить внимание для того, чтобы она все-таки осталась в истории. Для того, чтобы вдруг кому-нибудь понадобится видео по поводу данной тачки, хоть я в этом очень сильно сомневаюсь, ее все-таки смогли найти. Но она же существует у нас в игре. Почему не уделить ей какие-то полчаса, час времени на то, чтобы записать данное видео и не выложить его в YouTube, чтобы оно осталось, ну, я бы сказал, просто как в библиотеке. Я пытаюсь собирать в библиотеку видео на все машины, которые есть в нашей игре, и рано или поздно этот титанический труд я все-таки закончу. Мой проект увенчается успехом, и мне останется снимать только про те машины, которые выходят новыми в игре. Да, я его доберу, пожалуйста, будь человеком. Ай, ладно. Не добрал, да и не добрал, не сделал ни одного фрага, но какого-то урона набросал. Давайте ради интереса посмотрим на мою результативность. К сожалению, во вторую катку мы с вами не пойдем. Как я уже сказал, моя психика этого не выдержит. Ну, а с учетом того, что по хозяйству все дела я уже сделал, так тем более, мне это время коротать негде будет, поэтому, скорее всего, займусь чем-нибудь более интересным. 600 единиц урона. Знак классности второй степени. О чем это говорит? Это говорит о том, что те два игрока, которые играли на данной машине за последнее время, они все-таки умудрились задрать планочку немножко выше. Ну, и, соответственно, знака классности первой степени я не получаю. Что касается фарма, даже смотреть не будем. Я думаю, что мы и так достаточно сегодня посмеялись. Ну, а что касается результативности машины в бою, то, как вы видите, даже с вот этими всеми лагами, даже с тем, что были проблемы какие-то во время самого боя, я занимаю гордое первое место в команде по урону. Я очень сильно хочу похвалить тех ребят, которые, как вы видите, находятся в клане, и эти люди играют на втором уровне. Ребят, это действительно очень-очень круто. Это говорит о том, что второй уровень еще кому-то интересен. Я сомневаюсь в том, что эти игроки состоят в клане на исключительно вторых уровнях, играя. Скорее всего, у этих игроков есть какие-то другие машины. Вот это вот явно боты, ну, просто потому что навряд ли есть на сегодняшний день, тем более в преддверии кланового ивента, есть большое количество игроков, которые в клан не вступили. Ну, а эти же игроки, мне почему-то кажется, являются реальными людьми. Давайте ради интереса посмотрим на вот этого вот товарища, а мне просто чисто для себя, что называется, посмотреть. У человека 24 700 боев. 54,7, практически 55% побед. Как вы думаете, он зашел в этот бой для того, чтобы за стату за свою попотеть, серебра заработать? Или человек просто понимает смысл в танках и понимает, что основная идея этой игры – получать удовольствие. Я очень сильно надеюсь, что разработчики сделают что-то с тем, чтобы в бои можно было заходить не так долго, как это было сегодня у нас на обзоре. Я снимаю специально для вас, жду в виде благодарности и, скажем так, отметочки за мои труды. Ваши лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить следующие видео. Кроме того, ребят, оставляя комментарии под данным видосом, вы автоматически... Господи, заговариваюсь. Вы автоматически регистрируетесь на розыгрыш особых пропусков и премиумных машин. Поэтому оставляйте свои комментарии с указаниями своего игрового никнейма и ID на Евросервере. И вы должны быть мало того, что подписаны на канал, так еще и открыть свои подписки, чтобы я видел, что вы действительно являетесь истинным подписчиком моего канала и любителем моего контента. Спасибо вам большое за просмотр. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok